мне не хотелось жить в реальности наркомана очень любят врать и очень качественно это делают ты героином употребляешь я круто я не нравится что-то до свидания я делала на пас я курнула собрала разбудила ребенка завтрак не завтрак собрала ее в садик отвела все всем привет меня зовут алена я наркоманка нахожусь я на данном этапе в реабилитационном центре как сотрудник уже ну попала если можно начинать с детства рассказывать то наркотическая зависимость у меня как оказалось на протяжении 17 лет я употребляла наркотики то есть употребление у меня началось но если сразу рассказывать про употребление то есть если вкратце вот уросла я в обычной семье в принципе как бы отец у меня был зависимый царство небесное умер именно от алкоголя мама тоже у меня зависимая но периодами у него в детстве было она и выпивала потом кодировалась и вот как-то так вот в детстве не скажу что я была обделена вниманием каким-то ли финансами нет вполне нормально обычная семья но в 17 лет у меня случилось я не пила не курила ничего 17 лет у меня случилась такая ситуация меня изнасиловали и я попала в больницу и то есть девчонка пошла домой а я свернула и машина ехала за мной то есть я прямо подвезла не может это девушка девушка давайте познакомимся я говорю ребята время утра то есть уже светло лето на улице я грудь и они подходят то есть один чувак выходит из машины и меня в машину просто затаскивает вот то есть я меня заднем сиденье он рядом со мной и я внизу вижу какая-то что-то какие-то бутылки ли что-то в машине валялись в ногах я попытался бутылку взять и голову разбить что-то какое-то такое подобие я сделала они меня ввозили в лес в итоге у нас недалеко там леса полоса меня увозят лес у меня были длинные волосы тоже так вот просто волосы мои наматывают меня об капот я теряю сознание в этот момент очнулась я уже я не знаю сколько было времени привязанная к дереву своими же трусами чтобы ты понимал вот я кое-как отвязалась само что интересно я дошла транспорт по звуку вот как-то доехала до дома в там приехала скорость это такое уже не помню и очнулся в больнице я тогда бросила учебу я начала изолироваться мне было как сказать я не понимала почему так происходит я не давала повода с учетом того что какого-то разгульного образа жизни я никогда не вела чтоб я не давала повода чтобы со мной могли так поступить вот и ну я в сильную депрессию такую впала в такой отчаянии какое-то да они меня увезли на юг меня пытались психиатром водить психологом объясняет рассказали нужно сменить остановку куда-то уехать отдохнуть и мы уехали в сочи вот и у меня был мальчишка знакомый хороший друг с детства его посадили в тюрьму это вот предвести к тому что как я с мужем познакомилась причиной кто и стала моего употребления если это можно так называть вот и я из сочи звоню ему сказать что все хорошо как бы я доехала и получается так что на том проводе берет незнакомый совершенно не человек я говорю можно мне вот такого-то человека он говорит нет его сейчас нет он отошел и завязывается мое общение по телефону на тот момент моим будущим мужем с первым с александром вот и значит я прожила в сочи месяца три по моему память не изменяет и все эти три месяца и мы с ним общались по телефону то есть он сидит тюрьме я живу в сочи а мне стало интересно мне стало интересно какой-то наверно азарт у меня появился мне с ним было легко вот и мы начинаем общаться значит и я говорю маме что мама можно уже в ярославль вернуться как бы я и подустала а в голове у меня в то были мысли что он не будет ты когда прежде расслаблю ярославской тюрьме себя приезжает ко мне на свидание а для меня это вообще было дико я даже не дал что такое свидание я говорю хорошо только ты мне расскажи как это все делается да мы встречаемся на свиданке заводится разговор о мне безумно нравится так ему у меня был старше на восемь лет да вот и значит на завязывается отношение по телефону как бы и он мне делать предложение да 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 на короткую да на тот момент я узнала за что он сидит только после нашей росписи мне было даже не интересно моей голове видимо на тот момент было абсолютно наплевать и мне тоже за наркотики 228 часть 2 да мы на тюрьме расписывался благополучно на злительное свидание все хорошо вроде и вот эти полтора года так бы ну я жду его из тюрьмы то есть я начинаю работать пошла к тете у нас у тети свои магазины были в то время устраивать продавцом работаю жду его из тюрьмы ну я считал что да 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 вот это вот романтика прям для меня это была тюремная романтика какая-то это вот прям ждешь сидишь вот этого свидания господи это вот я сейчас я была так воспитана что мне всегда давали то что я хотела как бы мне никогда не говорили нет и тут как бы я буду во первых я уже взрослая я совершеннолетняя добила на это значит мы едем на тюрьму его встречать встречаем тюрьмы ночи тут шампанское все дела у меня тут еще и котенка приволок с зоны домой вот все это дело отмечаем и потихоньку начинаем жить он устроился на работу как он сказал хорошему другу строить сауну отделку внутри делать то есть ему дали машину вроде все было хорошо то есть я на работе он на работе вечером встречались дома там ужинали супружеский долг и вроде как все было прекрасно ремонт тут какой-никакой сделали в комнате но в один из дней я ему звоню он не берет трубки потом мне перезванивает и мне его голос не нравится какой-то вот ну когда тек либо выпивший либо по черту интонация голоса его меняется вот а я чтобы ты понимал я даже не уже курили траву при мне я не знала что это такое мне было страшно спросить что с ним я знала ответ я видела как бы все таки я фильмы смотрел ну все девочка не глупая ну я ему спрашиваю саша а что с тобой я вот и под наркотиками могут и в общем ну матом не буду говорить я завязался скандал он начал на меня орать да какое твое дело да вообще не лезь мою жизнь и таких ситуаций было три то есть я на тот момент его простила он мне дал слово что больше такого не повторится и вот после третьего нашего очередного приходит домой под кайфом я это все наблюдаю ну я больше не могла терпеть это видеть мама до этого на этого не видела ну и начинается скандал уже с мамой и он на мать поднимает руку на мою я это все вижу мы выгоняем из дома и мы с ним перестаем общаться на какое-то время то есть он переезжает жизнь матери я собираю вещички и с вещами на выход все значит он уезжает и вот тут у меня началась вот моя разгульная жизнь я перестала ходить на работу как бы я зарабатывала хорошо финансы у меня были я начала ходить по барам по клубам 19 лет и в один из дней ко мне подсаживаться девчонка баре привет как дела тут этот практически каждый вечер ну так как я работал у тети официальная числа зарплату не начисляли но работу я уже не посещал то есть моя жизнь протекала уже с алкоголем мне подсаживается девочка вика царство небесное вот и у нас я будешь купить там что-то налила я что-то предложила на завязался разговор вот а ходила я в один и тот же кабак всегда он недалеко от дома такой и с бильярдиком и совсем думаю ну вообще самое дело вот и она как бы видит что я постоянно в этих кабаках и как бы финансы есть и мы пошли с ней в туалет она предлагает не хочешь будет расслабиться я вру хочу я хочу уйтися героин уже меня предал как я считал что он был героин а не меня так удалось чтобы ты понимал я его боялась даже я бумара падал приведи бог я вообще этого на духу не переносила он же колется можно почему нет и нельзя мне было чувство мести больше поэтому страха я не чувствовал в тот момент ощущение у меня были у меня такое ощущение что у меня по телу вот какой-то что-то как я посчитал на тот момент мне первый раз в жизни было хорошо не было чувство боли не было чувство злости ненависти у меня все эти чувства ушли куда-то вот именно ушли на нет и мне стало хорошо чтобы в дальнейшем я покупала вот пожалуйста конечно конечно то есть я почему сделал акцент то что я ходил один и тот же бар мне не нравилось хоть разный тут меня уже все знали как бы и она видит что бабки есть почему нет она видела мое состояние что как бы у меня вроде девчонки там пойдем по танцам я буду да и не хочу ничего мне хотелось просто тупо вот какой-то шума музыки и вот алкоголь и психологически я не могла уже эмоционально без него да и не поеду не по разу то есть такое у меня активное употребление началось и мне было хорошо сколько продолжалось недели две это где-то продолжалось а потом произошла такая ситуация мы значит не встречаемся и в общем себе всегда был у нее герои как бы я никогда при себе не хранила ничего всегда у нее все было девочки из туалета да и она положи это к себе а мне так херовенько было уже я буду давай то есть убираю к себе и меня принимают полиция мусора как правильно сказать 5 грамм но могу предположить что да как она сказала мне потом по выходу что это это совершенно это случайность меня из сизо сколько там три месяца это срок нет это до суде до когда идет до судебное разбирательство до самого суда до постановления суда человек подсудимый находится в следственном изоляторе слава у меня были хорошие друзья знакомые которые скажем так вытащили меня оттуда а это вот спасибо мужу ну да он авторитет местный был по тем временам не полиция это там какие-то органы нет нет вот и так как там телефоны есть я позвонила ему я не знала куда меня мама до сих пор не знаю я на связи была все эти три месяца я сказал что его подружки отдыхаю что меня до прийти в себя после расставания сашей наркомана очень любят врать и очень качественно это делают тяжело это если может сказать матом с учетом того что я всю жизнь жила скажем так в достатке я небо не жила в каких-то как сказать бараках 9 у нас девочек 9 тяжело что чем эмоционально во первых даже не то что я в тюрьме я опять же у меня в голове было что это этот козел виноват что из-за него я начала колоться я не считал что это плохо я считал что он во всем виноват что меня закрыли ты выходишь после трех месяцев и как ты можешь кому я сразу звоню да не чтобы сказать какая она плохая тварь меня подставила а спросить если чего но ты при этом три месяца нет да могла вполне но я не хотела этого я не понимала зачем она она начинает извиняться моментально я не виновата я не при делах то есть это стечение обстоятельств так получилось я буду я влечу наград есть я буду встречаемся на нашем месте у меня очень обеспеченная семья как бы и знаешь как сказать может быть это мне давала какую-то как сказать почву для того чтобы употреблять то есть деньги есть поторчи не хочу мы идем кабак да конечно я его очень как-то стабильность любила вот и там я познакомилась не в этот же день то есть и вот у меня вот такие пошли серые будни как бы может неделю или полторы вот так вот счетливость я стала обращать внимание туда стал ходить день тот же парень что такой симпатичный как бы вот и все поглядывает на меня вот и как-то он сел ко мне за столик очень мы с ним познакомились начали общаться с ним он видел ну как бы состояние но увидел что я наркоман я никогда не скажу что я какая-то была в непотребно видели что-то нет то есть я ухоженная была чистенькая опрятная ну такая гламурный наркоманка я бы сказала вот мы с ним познакомились на завязались отношения это был мой второй муж потом вот и значит он не предлагает приехать к нему жить то есть там секс не секс все ну вот завязались полноценные отношения но и угу ты героин употребляешь я круто я бы не нравится что-то до свидания я никого не держу говорю ему сказала бы то есть я могу с тобой отношениями но если будут ты будешь двигаться на моих условиях ты мне не мешаешь употреблять мы будем с тобой счастливы он не сказал да нет он траву курил как это ну как бы и понимаешь в чем дело то он мне сразу сказал что у него есть ребенок маленький ну я буду прекрасно ну дети это хорошо цветы жизни вот и я приезжаю жить к нему я ознакомлюсь с этой девочкой с алиной я начинаю с ней сюсюкаться но с его стороны пошли в условия что как бы алену надо завязывать наркотиками то есть жить воспитывать ребенка создавать семью там не место наркотиков я умом-то это понимала что он парень хороший добрый добрый вот он у меня не было к нему чувств у меня не было к нему любви какой-то был хороший симпатичный добрый парень работал да у него была небольшая своя фирмочка такая машина квартира доход не миллионер миллиардер обычный такой в итоге 12 лет потом получается как что он не ставит условия что ты завязываешь я бы нет и он знал у кого я беру как это все происходит и в итоге в один из дней он у меня забирает оба телефона покупает мне кучу алкоголя ягуара по моему короче какие-то энергетики сильно алкогольные запирает меня в квартире и уезжает я без ничего осталось без связи то есть выхода у меня на вику не было в тот момент и вот а потом еще была ситуация короче я через соседку через окно через балкон все-таки созвонилась короче суть то что наркотиков я добыла себе все-таки вот и суть том что короче я все-таки к ставлю сама открывается дверь стоит у меня ребенок который меня уже мамой называл к тому времени я сижу вот с этими инструментами и отъезжаю благополучно от наркотиков передозировку я же не умела сама то все это делать он был уверен что я сейчас буду вот отпаиваться сидеть и он и приехал посмотреть что со мной с ну как бы все ли хорошо у меня может там переклинило меня ли что и в общем с того дня и он приезжает с ребенком он может быть как я потом узнал надеялся что вот это свое состояние я увижу ребенка маленького что они любят меня заботятся обо мне а я тут такая на какую-то может быть совесть мою что ли надавить очукиваюсь я не больница ничего у меня как-то откачал я не знаю как я даже спрашивал потом ну вот и с того дня я перестала потреблять на сколько года на 4 ты 4 года ничего я начала траву курить ты четыре года не употребляла но сильных наркотиков я не кололась вообще с утра до утра он дома выращивать стал он мне сказал да лучше кури ты я понимаешь мне не хотелось жить в реальности да конечно хрень полная вообще как бы я не понимал что и сам вообще прикол был я когда первый раз у меня накурил я осознание потеряла вот и вот четыре года так прошло мы тут жили садики не садикают это все мне стало скучно не трава и пила пиво каждый занимался отводила спокойно вообще спокойно очень я просыпалась с утра я делала на пас я курнула собрала разбудила ребенка завтрак не завтрак собрала ее в садик отвела все то есть весь день у меня свободно я занималась кем-то домашними делами в перерывах покуривая там готовила убирала стирала ходила к маму навещала с друзьями встречалась там где-то если лето на улице ходили загорали но на протяжении всей всей всего дня была трава всегда со мной у меня была трубочка то есть у меня прям цел был комплект всегда с собой вот как я же с мужем потом с первым все-таки развелась и сыграла свадьбу вот со вторым мужем чтобы ты понимал свадьбу то я сыграла чтобы этому там сидеть придурку да ну вообще конечно бред вот и с первого мужа короче потом посадили и он освобождается и находится и я понимаю любовь это ну так где-то да на 25 вот люблю не могу все с учетом того что второму уже никогда не любила да он хороший добрый человек но не более того который у меня вытащил как я считал из этого говна ну и что ты думаешь мы что я конечно же встречаюсь этим со своим первым супругом или что мы первую очередь делаем мы с ним колемся с первым мы начинаем с ним колоться опять но смысле это я не знаю кололся вот она тюрьме не кололся я опять сажусь на систему его опять через неделю сажают вот эту неделю с ним проводим вместе а мы жили на квартире у его друга а там мужу я своему вот законному тогда сказала что нам нужно пожить отдельно я устала теперь а он как человек очень любящий меня и он и по сей день меня любит мы общаемся как бы с ним ну да хорошо то есть не вопрос он не знал с кем я я сказал что я у подружки там у давней подружки нины что мне надо немножко прийти в себя я от этой бытовухи устала садик кастрюли вот эти я устала я возвращаюсь домой я покололась и скажем так перекумарила на траве потом ну не то что я бросаю я не скажу что я бросила я пока у вас периодически там раз в недельку два раза в недельку как-то так и вот так вот проходит еще наверно еще на года 4 мы начали с их гулять с другой компанией они ребята были такие на движухи постоянно очень такие все быстрые я не могла понять что происходит а я в то время поправилась хорошо получается так я узнаю что эти ребята торчат на скоростях употреблять скорости я слышала но не понимал о чем идет речь и я последнее время тогда начала очень часто ругаться с мужем мне как сказать видимо достал тот уже пик когда я устала быть вот этой курицы наседкой дом до кастрюли все все хватит короче вот и я начинаю общаться этими ребятами и они мне рассказывают что такого 6 этого можно похудеть я прекрасно просто прекрасно и я начинаю колоться скоростями кто-то нюхал там что-то такое по моему и я в общем на неделю опять ухожу из дома опять якобы мне стало плохо там скучно я ухожу а мы с этим чуваками постоянно где-то были на тачке там потусим там потусим в общем я неделю не спала неделю несколько мы кололись кололись у меня уже не было вен даже мне уже было некуда колоться сначала в руки вот видишь тут здесь все многие но пах я никогда не кого для меня это было табу как бы нет в плечи в шею а в последний уже где-то нет некуда колоться что вен уже не было все вены сожжены были то есть то что ты колешь я я сама кололась и когда бывало не было до дозы состояние кумаров вот этого ломок начинается и попасть вену тяжело в этом состоянии и откуда у меня вот это все это я гнила заживо потом он мне я как-то предложила такой давай в лоб попробуй меня уколоть в лоб а вот у меня шрам я начала колоться в лоб вот так вот сюда если напречься здесь очень хорошая вена вылезает он меня стал колоть в лоб приход кто-то еще делал я думаю я наверное единственная такая на планете вот и вот у меня дорога есть и сейчас я хожу косметолог у меня серьезные проблемы с кожей с лицом сосудами ну последствия употребления от с 30 и до 34 получается 4 года не было ни дня чтобы я не укололась не дня деньги на тот момент я не работала моя фантазия я придумала я сказал свою что у меня рак груди родным своей маме с тетей ну конечно не поверили нет я пару раз отъезжала мать находила меня но я клялась божила что это последний раз что я больше не буду и она верила мне и то что я на самом деле вот именно конченная наркоманка которая не могла жить уже больше без наркотиков незадолго до реабилитации она узнала это я сама призналась и вот и потом уже я не могла больше я до такой степени довела себя что у меня у меня началась затяжная депрессия какая-то что ли я мне уже жить не хотелось я не могла не с наркотиком не без наркотика я не могла жить я позвонила другу я говорю мне нужна помощь он готовит только реабилитация тебя спасет ты не сможешь сама завязать я курни и я должна была я призналась своим родным что я наркоманка и меня должны были мы договорились врачу я должна была в севастополь лететь в реабилитацию но два раза я отменяла рейс находила тысячу причин чтобы торчать дальше и потом уже мои родные не выдержали и позвонили в реабилитацию если бы не реабилитация я бы сейчас умерла тюрьма это было бы пол дела